Сегодня 9 июня 2016 года. Институт хирургии имени Александра Васильевича Весневского готовится отмечать 110 лет со дня рождения его великого сына Александра Александровича Весневского, генерал-полковника медицинской службы, героя социалистического труда, главного хирурга Советской Армии, основателя этого института. Это детище Александра Александровича, главное здание института, построенное в середине 70-х годов, благодаря его авторитету и пробивным способностям. На территории института установлен памятник Александру Васильевичу Весневскому. За памятником видно дверь подъезда. Если в нее войти, то можно попасть в музей, кабинет Александра Александровича Весневского. Мы разговариваем с заведующим отделением реанимации интенсивной терапии доктора медицинских наук Казенова Владимир Владимировича. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Расскажите нам коротко о своем отделении. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы сейчас с вами посмотрим отделение реанимации интенсивной терапии, которое, правда, сейчас не наше, это временно наше помещение, потому что основное помещение реанимации интенсивной терапии напротив проводится генеральный ремонт. Скоро мы туда переедем. А сейчас вот ознакомимся с нашим сегодняшним отделением. Отделение создано в 1965 году. Реанимация первым заведующим отделением был кандидат медицинских наук Серегин Геннадий Иванович. Затем отделение долгое время руководил профессор Абруцкий, затем Вера Ивановна Смирнова и уже на протяжении 16 лет заведуя отделением Казенов Владимир Владимирович. Пойдемте посмотрим. В отделении рассчитаны в данный момент на 12 кольцев, а вообще на 19 реанимационных мест. Вот типовое реанимационное место. На нем находится аппарат искусственной вентиляции легких, следящий монитор, другое оборудование, подключенное к газовой системе института. Красиво были. Вот. Начальник его первой заместитель. Специально выбирал, чтобы покрасивее было. Сам вырастил. Сам вырастил, да. Правильно. Сам сделал. Помог стать кандидатом наук. Она и доктором станет скоро. Станет. С таким руководителем нет сомнений. Конечно. Вот это заведующий отделением анестезиологии. Кто он такой? Вот сейчас я вам покажу, чтобы было ясно. Ильин Сергей Александрович. Собственной персоной. А что за летопись? Ну как, сегодня же праздник. Сегодня праздник. Институт. Ну и не институт. Основатель будем говорить институт. Поэтому я просто для истории снимаю. А это помещение, в которое скоро переедет отделение реанимации интенсивной терапии. Сейчас здесь заканчивается ремонт. И в ближайшее время мы сюда переедем. Вот палаты. Сердцем института, безусловно, являются его операционные. Всего в институте имеется 13 операционных. В основном, в операционном блоке расположено 8 операционных. Вот так выглядит операционная. Это наркозно-дыхательный аппарат, который подготовлен инженерам для работы на этом аппарате бригады анестезиологов. Операционный стол, операционная лампа. В лампу встроена телекамера. С помощью телекамеры можно проецировать на экран операционное поле, чтобы присутствующие могли наблюдать самые мелкие детали операционного поля. Кроме этого, имеется другая специальная аппаратура, которая используется при проведении операций. Вот интересный момент. С окна операционный. Можно увидеть Кремль. Кремль. Вот купола Кремля. Вот еще одна операционная. Здесь также находится наркозно-дыхательный аппарат. В этой операционной используется хирургический робот Da Vinci. Вот окуляры, с помощью которых хирург наблюдает за ходом операции. И с помощью хирургических инструментов начает операцию. А вот сами руки робота, который держит хирургический инструмент. Надо сказать, что институт хирургии Вишневского – это не просто лечебное учреждение, как обычная больница. Это действительно институт, где проводятся различные научные исследования. Имеется большая учебная база. Проходит обучение студенты выпускных курсов медицинских институтов города Москвы. Наличие в институте сложной медицинской техники в большом количестве, естественно, предполагает и наличие персонала, который должен обслуживать эту технику. С этой целью в институте имеется довольно значительное количество медицинских инженеров, которые занимаются обслуживанием этой аппаратуры. Вот один из таких инженеров находится перед вами, который занимается ремонтом аппарата, используемого анестезиологами. В данном случае производится замена аккумуляторами. Простой вам пример. Для того, чтобы заменить аккумулятор, его, конечно, надо первым делом что сделать? Купить. Такие аккумуляторы в России не производятся. Техника американская, должен стоять и аккумулятор аналогичный. Продажа таких аккумуляторов возможна только оптом. Наш инженер смог выйти из этого положения и поставил аккумулятор, который обошелся институту, во много раз дешевле. Сегодня эта техника будет уже стоять в операционной. Вот территория института с высоты птичьего полета. На переднем плане находится ожоговый центр. Это старинное здание, которое было капитально отремонтировано в середине 2000-х годов. Обманываемся, не в середине, в начале 2000-х годов. Вдалеке находится здание, очень старое, в постройке начала 20-го века. Раньше в нем находилась богадельня. С этого здания, по сути, и начиналась история института. Сейчас здание ждет своей реконструкции. Это зеленый сквер на территории института. Здесь находится фонтан, сейчас он выключен. И вы видите, здесь живут уточки. Но не только уточки, в водоеме плавают золотые рыбки. Напротив сквера находится ожоговый центр. Это не только лечебное учреждение, как я уже говорил. Это одновременно и кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции. Сейчас попробуем зайти внутрь и посмотреть, как внутри. Вот стенд, на котором представлен руководящий состав ожогового центра. Руководит центр профессор Андрей Анатольевич Алексеев. Чего стоит только одна парадная лестница ожогового центра. Это еще то старое зеркало. Вот вид купола изнутри. А вот те полы, которые сохранились от здания и были сохранены при ремонте. Территория возле центрального входа в институт. К празднику все готово. Плаги вывешены. В конференц-зале идет подготовка. Устанавливается аппаратура. Готовятся видеосъемки и так далее. Конференц-зал института. Идет подготовка к празднованию. На стенах фотографии великих медиков, которые прославили институт. Продолжение следует. Сан Саныч Замечательный человек Замечательный хирург Замечательный человек Замечательный человек Наши урологи Замечательный человек Замечательный человек Замечательный человек Замечательный человек Замечательный человек